Дай почитать. Разбив несколько стекол. Незадолго до этого вороны там же закидали камнями машины депутатов областного заксобрания. Урал не Тверь, не Курск, не Васюки. С ним не сравнить другие регионы в Челябинске суровые мужики, а в Йобурге тогда же и вороны. Эта странная история и юмористическое четверостишье стали своеобразным доказательством фактов, изложенных в книге «Черный. История цвета» французского историка Мишеля Пастуро, вышедшей в серии библиотека журнала «Теория моды». Смышленность ворона, о которой говорят все греческие и римские авторы, подтверждается исследованиями современных орнитологов. По данным многочисленных экспериментов, проведенных за последние годы, ворона, а также ворона, умом превосходит не только всех птиц, но и вообще всех животных. Во многих областях его интеллектуальные возможности поднимаются до уровня крупных обезьян. Но автору интересен ворон только потому, что он черного цвета. Дело в том, что долгое время черный и белый воспринимались как нецвета. Они противопоставлялись цветам. Свой статус цвета черный теряет на исходе Средневековья. Настоящая революция в хроматическом делении цветов свершится в 1665-1666 годах, когда Исаак Ньютон открывает цветовой спектр, создавая новый цветовой порядок. И только художники начала XX века вернули черному и белому полнокровный хроматический статус, вступив в полемику с великим Леонардо да Винчи, первым из художников, который еще в конце XV века сказал, черный – это, по сути, не цвет. Но Мишель Пастуро, написавший в 2000 году книгу «Синяя история цвета», попытался создать теперь уже историю черного цвета в Западной Европе. Это невероятная сложная задача, которую даже не пытались решить ни историки, ни археологи, ни специалисты по истории искусства. Но Мишель Пастуро, несмотря на проблемы идентификации, несмотря на трудности методологического и гносиологического порядка, создает полновесную и многогранную историю черного. Цвет пронизывает собой весь комплекс жизненных явлений, все виды деятельности. История цвета – это история людей. Цвет не существует вне социального контекста. Как это неожиданно. Люди античности, средневековья, возрождений XVII, XVIII, XIX, XX веков видели те же самые цвета, что и мы сейчас, но понимали, ощущали, называли их совершенно иначе. Пастуро детально и аргументированно показывает, как менялось отношение к черному в общественном сознании – от цвета дьявола и тьмы до цвета монашеской одежды. От блеска и роскоши, и готической меланхолии до маленького черного платья Коко Шанель. Черная история цвета – захватывающий и познавательный рассказ Мишеля Пастуро о превратностях судьбы людей и цветов. До новых встреч! Дай почитать! 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 Продолжение следует...